Часто ли вы задумывались о том, какое охлаждение выбрать для вашего компьютера? Или считаете, что есть оно и ладно? На самом деле, если вы собираете рабочую станцию, на которой будете пользоваться только Word, Excel и какими-то небольшими программами, вам хватит и обычного коробочного решения. Но, если вы хотите собрать что-то более серьезное, то тут уже стоит задуматься. Особенно, если вы собираете компьютер самостоятельно. Сейчас среди энтузиастов ведется очень много споров, что выбрать, обычное воздушное охлаждение или все-таки водянку, которые в последнее время набирают очень большую популярность и очень серьезно развиваются. Плюсы и минусы есть и у той, и у другой системы. И в этом видео мы попытаемся понять, какая из них лучше, какая из них больше подходит, а какой лучше избегать. И на что вообще обратить внимание, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, когда ваш компьютер просто перестанет работать или не будет выдавать свои заданные параметры. В общем, сегодня говорим о системах охлаждения и всем, что с ними связано. А начинаем прямо сейчас, сразу после заставки. Эффективное охлаждение – залог не только надежной и долгой работы вашего компьютера, но и его высокой производительности. Одно и то же железо с разными системами охлаждения может работать совершенно по-разному. И вот в этом мы сейчас будем разбираться. А начнем с обычной воздушной системы охлаждения. Здесь все просто. Теплотрубки отводят тепло от процессора и переводят его на радиатор, совмещенный с вентилятором. Там и происходит рассеивание тепла. И, как мы знаем из курса физики, чем выше площадь, тем лучше рассеивание. То есть, соответственно, чем больше радиатор и чем мощнее работает вентилятор в данном случае, тем эффективнее будет работать вся система в целом. Что касается материалов, из которых сделана данная система, то приоритет тут отдается медному основанию. Потому что именно медь очень хорошо проводит тепло. Гораздо лучше многих других металлов, которые применяются в массовом сегменте. Но в некоторых моделях она покрывается тонким слоем никеля, что дает свои определенные преимущества. Особенно в некоторых ценовых категориях. Теплоэнергия, которая отводится от крышки процессора, рассеивается на всю систему в целом. Но основной упор сделан именно на радиатор. И тут очень важную роль играет качество пайки. Чем качественнее будет сделан вентилятор, хотя внешне они выглядят одинаковыми, тем серьезнее и лучше он будет работать, и лучше отводить тепло, охлаждая ваш процессор. Число и толщина трубок могут варьироваться в зависимости от одного кулера к другому. В более дорогих моделях их больше, в более дешевых их меньше. Их может быть 4, 6, 8. Их может быть любое количество, которое только захочет производитель. И на это тоже надо обращать внимание. Но это не самое главное. Потому что, как я уже сказал, на качество кулера влияет еще и уровень пайки, и то, как сделаны трубки. Даже их форма влияет на то, насколько эффективно будет работать система. На заключительном этапе рассеивание тепла производится на пластинах радиатора. И для этого туда устанавливают вентиляторы, которые, обдувая их, увеличивают скорость рассеивания. То есть, если бы пластины были бы просто сами по себе, то рассеивание тепла было бы очень медленным. С вентилятором это происходит лучше. И здесь большую роль играет площадь. Чем больше пластины, чем больше вентилятор, тем лучше. Но тут есть один подводный камень. Потому что не все большие кулеры уместятся в любой корпус. И это тоже надо иметь в виду. Но об этом мы еще поговорим ниже. Про жидкостные системы мы тоже поговорим ближе к концу. А пока рассмотрим особенности выбора кулера. Самая главная проблема состоит в том, что оценить его качество на глаз практически невозможно. Можно оценить только качество его конструкции. Материалы, припои, если пропайка или только опрессовка. А также то, насколько плоское основание. Все это на глаз определить практически невозможно. Для этого нужно специальное оборудование. Но мы им не обладаем. Поэтому мы будем ориентироваться на другие параметры. Наверняка вы слышали про такой параметр, как TDP. Или Thermal Design Power. Что в переводе означает, как конструктивное требование к теплоотводу. Он указывается в характеристиках процессора и кулера. И казалось бы, что проще. Просто сопоставил две величины. Посмотрел, как она подходит. И таким образом выбрал систему охлаждения. Но ничего подобного. Потому что, во-первых, производители процессоров немного привирают этот параметр. Они указывают TDP. Но это минимальное значение, которое обеспечивает работу процессора в базовом режиме. То есть, если он у вас имеет частоту 3,2 ГГц. То вот в этом режиме он и будет выдавать те условные 60, 70 или 80 Вт. Но, если у вашего процессора есть режим Turbo. То в этом случае ядра будут разогреваться гораздо больше. И вы уже не справитесь с той системой, которую купили под базовое значение. Таким образом, вроде как бы и система подходит. Но ваш компьютер все равно не сможет работать максимально быстро. А вы этого можете даже не заметить. Просто не будете использовать весь его потенциал. И думать, что это его потолок. Также у производителей кулеров. Хотя они и указывают значение TDP. Но, во-первых, нет единых параметров для того, чтобы измерить это значение. То есть, это все на их совести. Во-вторых, некоторые могут привирать. То есть, указывать то, что они посчитают нужным. И то, что они считают где-то там в своих параметрах оптимальным. Написать можно все, что угодно. Но вот будет ли оно работать с такими значениями, это действительно вопрос. И особенно часто этим грешат недорогие производители. Которым нужно продать свой товар. И немного так превысить его на фоне более именитых конкурентов. Также есть проблема разгона. Даже если вы купили кулер, который соответствует вашему процессору по TDP. И даже немного превосходит его. То в случае разгона выделение тепла может увеличиваться, например, даже в два раза. И в этом случае система уже не будет справляться. И это тоже надо иметь в виду. С параметрами теплоотвода определились. Теперь нужно определиться с физическими размерами кулера. Наверняка вы видели, что когда выбирали корпус, там написан максимальный размер кулера, который можно в него установить. С одной стороны, это хороший параметр. Но с другой стороны, производители кулеров, когда указывают их габаритные размеры, часто что-нибудь да не учитывают. Например, выпирающий вентилятор. Особенно, если вы его сами будете поднимать, если он не умещается с оперативкой. Или, например, концы теплоотводящих трубок. Они могут выпирать еще где-то на полсантиметра или на сантиметр. Поэтому, когда вы выбираете корпус, смотрите, чтобы у вас был запас. Желательно хотя бы один или полтора сантиметра. В этом случае система, скорее всего, туда уместится. И проблем не будет. Если вы возьмете его впритык, то кулер может просто не уместиться и стенка не закроется. Еще один важный параметр – это размер оперативки. Когда вы берете большой башенный кулер, надо понимать, что у вас рядом установлена оперативка. И если он будет заходить на нее, они могут просто не состыковаться. Вам придется, например, поднимать вентилятор. А это еще одна проблема размера. Может все это не уместиться в корпус. Плюс это дополнительные проблемы с установкой. В общем, это тоже надо иметь в виду. Как правило, найти эти характеристики довольно-таки сложно. Но можно посмотреть обзоры данного конкретного кулера, если вы выбираете что-то хорошее. Посмотреть, как он устанавливается. Прикинуть на глаз, войдет ли туда ваша оперативка. И после этого уже совершать покупку. Ну и самый главный параметр – это тип сокета. Если вы здесь ошиблись, вы либо не сможете его установить туда вообще, на материнку. Либо вы будете очень сильно мучиться перед тем, как вы сможете все-таки вкорячить его туда, в это место. Вам приходится использовать какие-нибудь дополнительные средства или что-то там колхозить. В общем, короче, это будет все очень сложно. Поэтому обратите внимание, чтобы сокет совпадал с тем, который у вас на материнке. Это тоже указывается в характеристиках и материнки, и кулера. Основные типы систем воздушного охлаждения можно разделить, наверное, на два типа. Это обычные кулеры, которые устанавливаются просто плоско на процессор. То есть это небольшой радиатор и небольшой вентилятор. Они занимают мало места. Или это башня. То есть это отдельная, отведенная в сторону конструкция. Большая по размеру, на которой установлен вентилятор. Это тоже надо иметь в виду при выборе своей системы. Если вы хотите охлаждать что-то очень мощное на высоких режимах работы, однозначно башня. Если это рабочая станция, достаточно обычного кулера. И таких, кстати, часто кладут в коробку с процессором. Есть коробочные версии. И вот там его эффективности вполне даже хватит, и можно будет пользоваться. Отчего же отталкиваться по стоимости при выборе кулера? Конечно, цены на рынке постоянно меняются. И может быть, даже пока этот ролик монтируется, что-то существенно изменится. Но на данный момент можно разделить их на три сегмента. Это до 3000 рублей, от 3 до 5000 рублей и выше 5000 рублей. Выше 5000 рублей это топовые кулеры, которые справятся практически со всем. Их можно устанавливать на мощные процессоры, их можно устанавливать под разгон и тому подобное. Да, дальше идут жидкостные системы охлаждения. Но все равно крутые башни за 5 с лишним тысяч рублей и больше могут справиться даже с разогнанными процессорами высоких серий. Если это что-то среднее, то тут о разгоне надо уже постепенно забывать. В лучшем случае он будет тянуть турбо-режим и нормально с этим справляться. Но если вы покупаете что-то бюджетное до 3000 рублей, тут надо понимать, что это базовый вариант. О разгоне мы тут вообще не думаем. Турбо-режимы, скорее всего, тоже работать не будут. И это будет что-то такое для очень небольших игр, для нетребовательных процессоров или вообще для работы. То есть для обычной рабочей системы для офисного компьютера. Важной особенностью дорогих кулеров является их качество сборки, которое косвенно тянет за собой и некоторые другие преимущества. То есть, если его трубки не опрессованы, а полноценно припаяны, они сделаны из хорошего качественного металла и вся конструкция очень хорошо продумана, то в этом случае можно уменьшить его размер при том же уровне рассеивания тепла. Ну или если размер останется тот же, то тепло будет рассеиваться лучше. То есть, получается, что покупая дорогой кулер, мы можем его вкорячить в более мелкий корпус, что тоже является преимуществом, при этом не потерять в охлаждении. Хотя в одном из предыдущих видео, где я рассказывал об ошибках при сборке компьютера и при выборе его компонентов, я говорил о том, что лучше не стоит покупать маленький корпус, если у вас есть свободное место. Лучше взять все-таки большое, чтобы движение воздуха там было более полноценным и охлаждение работало более эффективно. А еще одной важной особенностью кулеров является их размер и вес. Поэтому я и сказал, что более дорогие модели могут быть более компактными, и это большой плюс. Кулер крепится к материнской плате, и если это башня или даже сдвоенная башня, она имеет очень большой вес и оттягивает печатную плату, что не очень хорошо. Сломаться она не сломается, но определенные проблемы у вас быть могут. И в этом случае вам придется придумывать дополнительный способ крепления этого кулера, чтобы он не нагружал материнку. Ну а теперь поговорим об ошибках, которые допускают некоторые неопытные пользователи, выбирая кулер для своего компьютера. Сразу же первым пунктом смотрите TDP на процессоре и добавляйте к этому минимум 20%. Таким образом вы выберете потери на термопасте, то, что производитель указал не совсем качественные характеристики, не совсем корректные. Ну и естественно, то, что вы получите небольшой, но запас по производительности, то есть на разгон процессора. Если вы хотите что-то более мощное и надежное на будущее, то лучше добавлять сразу 50 или 70%. Лишним это не будет, особенно если вы уверены, что вы что-то будете делать с процессором, или точно хотите, чтобы он выдавал все свои заданные характеристики. Но тут же вторая ошибка, брать слишком мощный кулер. Во-первых, он будет большим и тяжелым, а это проблема с установкой. Он может либо не влезть в корпус, либо нагружать материнскую плату. Во-вторых, он просто будет дороже, а его возможности вам будут не нужны. То есть, если вы собираете рабочую станцию, на которой вы будете просто работать, там хватит и коробочного кулера, ну или какой-нибудь небольшой башни. Это тоже имейте в виду. Вот здесь большой запас не нужен. Физические параметры тоже часто бывают большой ошибкой. Многие недооценивают важность сокета и покупают просто какой-нибудь кулер, который им понравился. Но он может просто не встать на плату, несмотря на то, что многие сокеты сейчас очень похожи или одинаковы. То есть, кулеры бывают просто универсальными, их можно поставить и туда, и туда. Вот это обязательно надо иметь в виду. Также обязательно надо иметь в виду размер кулера и размер корпуса. Об этом я уже говорил выше, и это тоже надо учитывать. И брать небольшой запас. Хотя бы полтора сантиметра, который существенно не увеличит корпус, но зато обеспечит точно стопроцентную установку этого кулера внутрь. Обязательно надо помнить о разъемах питания. Будь то двух, пиновые, трех, пиновые, молекс. Ну и обязательно надо помнить о подсветке. Если у вашего кулера есть подсветка, то обязательно поймите, какая она. RGB или ARGB. И вот такая же подсветка должна быть на материнской плате, чтобы все возможности кулера использовались полностью. Не забывайте о других вентиляторах, которые установлены в корпус. Все они должны быть установлены правильно. То есть, спереди должны устанавливаться вентиляторы на вдув, сзади на выдув. Снизу на вдув, сверху на выдув. Именно вот такое движение воздуха в корпусе является правильным. Если вы установите кулер на процессор другой стороной, и он будет дуть в сторону передней стенки компьютера, то таким образом вентиляторы будут создавать проблему друг другу, и полноценного охлаждения не будет. Движение воздуха должно быть односторонним, и это тоже важно учитывать при установке. Многие недооценивают важность термопасты, и думают, что это что-то такое, что намазал на крышку процессора, и все. Мол, купил дорогой кулер, и он должен со всем справляться. Ничего подобного. Именно термопаста может стать узким местом. То есть, от процессора она не будет передавать тепло на дорогой кулер, а он, соответственно, ему просто нечего будет рассеивать. То есть, купите дорогую термопасту, не пожалеете лишних 500-700 рублей на тюбик пасты, который будет вам служить несколько лет, и таким образом вы сможете сделать свой процессор более мощным. Ну, то есть, реализовать его потенциал более полно. Казалось бы, всего лишь термопаста. Кстати, о том, как правильно мазать термопасту, мы рассказывали в отдельном ролике об ошибках сборщиков, которые собирают компьютеры. Там подробно рассказано, как ее наносить и какие в этом случае есть ошибки. Ну, а теперь поговорим о жидкостной системе охлаждения. Если коротко, то ее суть работы мало чем отличается от обычного воздушного охлаждения. Тепло отводится от процессора на радиатор, после этого рассеивается и тем самым охлаждает процессор. В водянке есть специальный хладагент, который идет через процессор, потом уходит в конденсатор, в виде жидкости возвращается обратно, и вся эта жидкость, циркулируя, уводит тепло от процессора. Такие системы считаются более эффективными и устанавливаются на более мощные процессоры в более мощных сборках. Но у них тоже есть свои подводные камни. У водянки подводные камни. Звучит хорошо. К основным преимуществам жидкостной системы охлаждения относится то, что она может иметь практически любой размер. Например, некоторые системы могут иметь размер рассеивателю до 360 мм, и это очень много. Это позволяет эффективно работать всей системе в целом. А еще внутренняя часть, которая устанавливается внутрь корпуса, очень маленькая, и она не мешает установке других компонентов, будь то видеокарта, оперативная память или что-то другое внутри вашего корпуса. Но при этом в жидкостной системе охлаждения очень много компонентов, которые могут выходить из строя. Вся эта система может потечь, что может привести к существенному повреждению вашего компьютера или даже к полному выводу его из строя, в отличие от воздушки, которая может быть чуть менее эффективна, но при этом она намного более долговечная и надежная, хотя и занимает много места в корпусе. И вот с этим параметром надо определиться в первую очередь, что вам из этого важнее. На самом деле, если задуматься, наверное, время жидкостных систем охлаждения пока еще не пришло, потому что на рынке еще очень много четырехъядерных процессоров, которые выделяют не так много тепла, и воздушные системы с ним вполне справляются. Но воздушные системы, наверное, уже уперлись в свой потолок. Они не могут стать больше, материалы уже применяются качественные, и придумать что-то принципиально новое здесь действительно сложно. Следующий шаг – это именно водянка. И когда процессоры будут становиться все более и более и более мощными, и выделять все больше тепла, вот тут на сцену полноценные выйдут жидкостные системы охлаждения. То есть через несколько лет они станут, скажем так, не исключением или какой-то дорогой прихотью, а нормой и, наверное, даже необходимостью. А еще тут важно обозначить, что жидкостные системы охлаждения делятся на два основных типа. Это коробочные, которые очень просты в сборке, их установить может практически каждый, не нужно никаких специальных навыков, и кастомные, которые устанавливают намного сложнее, там много компонентов, часто покупать их надо по отдельности и собирать их намного дольше. И вообще тут лучше довериться профессионалам. Например, специалистам отдела сборки магазина XCOM Shop, которые соберут вам все, что угодно из компонентов, которые вы выберете. На сайте XCOM Shop даже есть специальный конфигуратор, в котором можно натыкать все, что вам нужно, все подбирается именно друг под друга, и вы можете понять, какая система будет работать и сколько она будет стоить. Можете даже просто так зайти потыкать ради интереса и посмотреть, что у вас получится. Ссылка будет в описании. А возвращаясь к преимуществам кастомной и коробочной водянки, я еще отмечу, что в случае с коробочной вы, скорее всего, получите гибкие шланги, которые выглядят не очень эстетично и сами по себе в процессе своей работы не сильно рассеивают тепло. Кастомные может быть и с жесткими трубками. Эти трубки гораздо эффективнее и гораздо симпатичнее укладываются внутри корпуса. Можно создать все, что вам нужно, любую конструкцию, комбинацию, и все это будет нормально работать. Ну и, естественно, в кастомных все будет намного надежнее, потому что коробочные часто выпускаются очень дешево, на потоке, на конвейере, и иногда они имеют свойство течь. Брак тут может быть. Плюс многие компоненты совмещаются друг с другом. Например, помпа часто встроена в водоблок, и если что-то одно выходит из строя, то вам приходится менять практически всю систему. В случае с кастомной системой, во-первых, компоненты будут надежнее, а во-вторых, менять их будет намного проще. Если перестала работать помпа, вы поменяли ее, и все отлично работает. Главное после сборки такой системы убедиться, что все работает качественно, и проследить, чтобы нигде не было подтеков, потому что любые подтеки жидкости могут вывести из строя вашу систему, а это будет очень обидно, если вы установили систему охлаждения для того, чтобы система работала хорошо, а она, наоборот, выведет ее из строя. Конечно, тут нет предела совершенства, и некоторые водянки не ограничиваются простым охлаждением компьютера. Если они сделаны именитыми производителями, кстати, они в этом случае будут все-таки более долговечными и надежными, чем что-то более дешевое, но и стоить они будут в несколько раз дороже. Так вот, они предлагают какие-нибудь дополнительные функции. Например, возможность настройки всего этого через специальное ПО, или внешние экраны, на которых можно оценить качество работ системы, ее параметры, то, что происходит внутри, ну или просто вывести туда какую-нибудь крутую гифку, которая вам нравится. К таким, например, относятся Mac Core Liquid S360 от MSI, который тоже можно купить в магазине XCOM Shop, но, как видите, цена у нее не самая дешевая. Но если покупать именно коробочную, то, наверное, лучше обратить внимание все-таки на что-то такое, а не покупать что-то совсем дешевое. Подведем итоги. Жидкостная система охлаждения действительно эффективнее воздушных, но только в случае, если это хорошая жидкостная система. Если это что-то очень дешевое, изначального сегмента, с одним вентилятором и очень маленьким рассеивателем, то работать это будет по эффективности примерно так же, как хороший дорогой кулер воздушного охлаждения. При этом по цене они будут практически одинаковые. Но в случае с водянкой вы рискуете выводом из строя компонентов, какими-нибудь протечками и тому подобным. То есть в данном случае лучше купить все-таки именно воздушную систему охлаждения. Если вы покупаете систему охлаждения впрок, вы планируете кастомизировать свой компьютер, но уже хотите иметь хорошую систему охлаждения, то лучше, конечно, купить водянку, но при этом качественную. И лучше заморочиться именно с кастомной системой. Коробочные не будут иметь такого эффекта и такого качества, как кастомная версия. Ну, а если у вас не очень мощный компьютер, вы его используете для работы, просмотра стереалов и тому подобное, ну и иногда играете в какие-то не супер требовательные игры, то тут можно ограничиться вообще обычными, может быть, даже коробочными системами охлаждения, которые стоят очень дешево, но в целом свою работу тоже выполняют. Я не пытаюсь вас уговорить или отговорить от покупки той или иной системы. И у водянок, и у воздушки есть свои преимущества. Но просто надо понимать, что вам конкретно нужно. Не стоит однозначно кидаться в сторону водянок, думая, что это будущее, что они работают эффективнее и тому подобное. Они все равно имеют свои недостатки, особенно в дешевом сегменте. Все равно дешево хорошим не бывает. Если берете водянку, то брать надо именно хорошую. Ну а на этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какую систему охлаждения выбираете вы. Может быть, хотите поделиться какой-нибудь интересной историей о том, как вы собирали какую-нибудь крутую кастомную систему охлаждения и что у вас из этого получилось. Ну а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, подписку. И за это мы вам скажем большое спасибо в виде новых роликов, которые регулярно выходят на нашем канале. И в них мы рассказываем очень много всего интересного и часто даем полезные советы. Ну и, конечно, про обзорчики тоже не забываем. Поэтому до новых встреч, скоро увидимся и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok